В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. В его работе принимает участие глава Чувашии. Сегодня представители федеральных ведомств и власти регионов обсудили реализацию приоритетного национального проекта «Экология». В северной столице работают и мои коллеги Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. В центре внимания мусорная реформа. В большинстве субъектов России буквально за полгода создали территориальные схемы обращения с отходами. К работе приступили и региональные операторы. Как сделать страну чище обсуждали на полях Международного форума в экспоцентре северной столицы. На протяжении многих лет в регионах росли мусорные свалки, страдала экология. Без новых подходов в сфере обращения с отходами решить эту проблему было нереально. Очевидно, что продолжаться так не могло и работа началась. В общем ситуация, как и прогнозировалось, идет по заданной траектории, по плану. Мы понимаем, что предстоит титанический труд, огромная работа. Я убежден, что мы с ней справимся. У нас не было на этом рынке таких очень большого количества профессионалов, которые могли бы поучаствовать на всей территории Российской Федерации. Это довольно-таки, вы знаете, был теневой бизнес. Одна из основных причин, в том числе декриминализации этого бизнеса. Мне понятно, что мы не можем пройти за один-два года путь, который страны проходили за 50-60 лет. Я считаю, что мы выбрали абсолютно правильный путь. И хорошо, что нас услышали все, и представитель правительства, и президент. И именно мы пошли по пути не шаблона на всю страну, а по принципу лучших практик. Сейчас в более чем 20 регионах работают современные комплексы по сортировке и переработке мусора. Задачи на ближайшие годы куда масштабнее. Необходимо построить еще 200 заводов утилизации ТБО. Мы в принципе создаем новую отрасль, новую отрасль экономики. И на этом пути важно иметь обратную связь. И с рекоператорами, и с населением, и с региональной властью, с муниципалитетами. И, конечно, с Государственной Думой в том числе, потому что некоторые законы, я хотел тоже поблагодарить, пользуясь случаем, Ольгу, за то, что мы очень оперативно и вовремя проводим законы. Может быть, никогда так быстро они не проходили раньше. Вот сегодня мы абсолютно друг друга понимаем, что эта проблема касается каждого человека в Российской Федерации. Принципиальная задача – привлекать в сферу обращения с отходами инвесторов. Перевозка мусора сейчас выгодный бизнес. И здесь важно не допускать к работе недобросовестных предпринимателей. Мы в настоящий момент уже проработали совместно с Министерством природных ресурсов первые инициативы, связанные с изменением 89-го закона, которые позволят в этом отношении более полноценно развивать отрасль, как со стороны федерального оператора, так и со стороны, собственно говоря, региональных операторов. И это позволит, на самом деле, создать ту, как раз, экономическую модель или, скажем так, экономические предпосылки для того, чтобы в отрасль приходили серьезные инвесторы, серьезные игроки. Чувашская республика – одна из первых. Включилась в процесс реформирования сферы ТКО. И здесь важным шагом стала разработка новых тарифов. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что для перевозчиков установили четкий порядок. Перед тем, как машины заезжают на полигон ТБО, мусор взвешивают и определяют конечную стоимость услуги. Перевозчики сегодня имеют систему ГЛОНАСС. В лес не свезешь, под контролем находятся. Те перевозчики, которые работали по сейерным схемам, они вывозили из контейнера в кубах. За это жители многоквартийных жилых домов заплатили, мы это прекрасно знаем. Но потом вываливали в овраги или в леса, и тем самым прибыль себе в карман оставляли. Это же правда практически, тут нечего скрывать. А касаясь сбора, перевозки в утилизации, с точки зрения тариф населения, мы обеспечиваем государственную социальную защиту малообеспеченных семей. Тех семей, которые живут за чертой бедности. По факту, тоже в сельской местности норматив будем снижать. По Чувашской республике он у нас составляет 2,02. Этим летом в каждом населенном пункте республики установят и контейнеры для мусора. Так в регионе создают цивилизованную систему сбора ТБО. По нашей республике 65% площадок благоустроенных, включая города, 35% неблагоустроенных. Думали, что делать. Где-то мешковый сбор организовали. И сейчас бюджеты выделили около 200 миллионов рублей, это уже сельским поселением. Вот тогда люди увидят. Я срок установил, то 1 июля. Поэтому ездим, смотрим, отслеживаем, кому нужно оказать содействие. Окажем. Учет, контроль, ответственный посоль. Раздельный сбор мусора также первостепенная задача. Но этому большинство жителей страны еще предстоит обучить, отмечают эксперты. Экокультуру важно прививать и детям. На форуме даже презентовали настольную игру сортировка мусора просветительской компании «Донстарт». Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Санкт-Петербурга.